Александр Николаевич, ну по старой доброй памяти все началось с интервью. Вот наконец-то я вас зазвала. Правда, не первый мой перформанс. Я не знаю, он хуже, чем первый или лучше. Но давайте мне вашу обратную связь. Ну, начну с того, что я для себя уже давно понимаю, что поэзия – это гамма, палитра чувств. Я понимаю, что поэзия и хорошие стихи могут рождаться только от искреннего чувства, только когда внутри горит огонь, и я это хорошо понимаю. Но понимаю это на уровне разума. А сейчас я хотел сказать на уровне чувства после вашего выступления. Это именно выступление, это целый спектакль, где обыграно все. И музыка, и движение, и свет, и, конечно, сами стихи. И я уже живу на этой земле немало лет, и такой, может быть, толстокожий генерал. Но, честное слово, у меня иногда бежали мурашки по коже, иногда перехватывал дыхание, иногда я украдкой смахивал скупую мужскую слезу. И все это вы. Спасибо. Александр Николаевич, а было что-то, что вот именно вам было для вас? Или все-таки женская история, а вы так вот сочувствовали? Нет, то, что было сегодня, это не женская история. Это человеческая история. Международная, человеческая. Оно не подлежит на деление по половому признаку, это точно, абсолютно. И если вы спросите меня, что конкретно можно выделить на протяжении вашего выступления, честное слово, ответить на этот вопрос трудно. Наверное, достаточно легко из плохого выбрать самое плохое. А вот из хорошего выбрать, по-настоящему хорошего выбрать самое хорошее. Весьма тяжело. Тем более, то, что мы видели сегодня, это единое целое. Это не разорванные на части прекрасные стихи. Это собранные вместе. И то, что мы видели вместе, best. Прекрасно. Молодец. Спасибо.